Мир вам, братья и сёстры! Слава Богу за эту прекрасную возможность быть в Доме Божьем! Хорвот пропел «Возлюблю тебя, Господи!» Действительно, то, что Бог совершил, мы должны его любить. И любить не на словах, а на деле. Вот на этой неделе я читал послание Петра. Да, знаете, это послание было написано в рассеянии ученикам церкви, знаете, среди гонений. И вот это послание он пишет в трудных обстоятельствах для своего народа апостол Пётр. Знаете, сегодня, как никогда, вот в это последнее время, столько гонений на христиан, столько людей умирают за имя Господа. Мы ещё живём в благополучии, только начинается, будет это. И тогда, может быть, для нас тоже, когда будем открывать вот это вот Писание Петра, сколько ободрений, практических действий, когда вот это огненное искушение будут проходить в вашу жизнь. Мы будем открывать Писание и находить утешение, братья и сёстры, из этого Слова Божьего. И когда я прочитал место, которое как-то легло мне на сердце, это первое послание Петра, вторая глава, и мы будем читать 21 стиха. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши Сам вознёс телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правдами, для правды. Ранами Его мы исцелились. Здесь описывается о страдающем Сыне Божьем, страдающей Иисус. Если бы сегодня спросить и задать вопрос, кем был Иисус, то дети бы ответили, Он был младенцем, лежащим в яслях в Вифлееме. Об этом говорит Слово Божье. Он был юношей, плотником, помогал своему отцу, живущему в Назарете, но приводил в замешательство учителей Израиля, когда Он находился в храме. Он был кротким, любящим учителем, когда читаешь Нагорную проповедь Иисуса Христа. Он был сострадательным к людям, Он исцелял их от болезней. Его сердце было так близко к людям, Он был так сострадательный к ним. Он врачевал, братья и сестры. Он не только врачевал, но и воскрешал мертвых, как Лазаря. Помните, Он воскресил его, который был уже четыре дня во гробе. Он был смелым, проницательным проповедником, которые люди приходили слушать Его и приходили тысячами. Они любили Господа. У Нем не было лицемерия. Они любили Господа. Он был, братья и сестры, совершенным примером, образцом для нас, человеков. Он был человек, Он был этим образцом. Одно из таких заявлений Господа Иисуса Христа о себе, когда мы читаем книгу пророка Исаия, это раб страдающий. Для еврейского народа непонятно это слово. Раб страдающий. Иисус страдающий, братья и сестры. Особенно 53 глава, сколько говорится, Он был подобным нам. Он искушен во всем, кроме греха. Он пришел в этот мир совершить искупление людей от греха. Искупление людей от греха. И апостол говорит, подчеркивает эту мысль, «Я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Для чего? Для Него был очень дорог Господь Иисус Христос. Он был совершенным образом, образцом страданий. Совершенный образ страданий для верующих, братья и сестры. И поэтому Он пишет это послание для тех, кто переносит вот эти страдания. Потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, так пишет апостол. Для чего? А чтобы мы шли по следам Его. Мы шли по Его следам. Он оставил этот образец. Он не сделал никакого греха. И не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судье праведному. В любых страданиях мы имеем Слово Божие, которое учит нас, как в трудных обстоятельствах поступать. Поэтому и Христос оставил этот пример. Он прошел через страдания. Для чего? Как помните, он имаусским ученикам, он сказал, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Через страдания он вошел в славу. Для него путь к славе был через путь страданий. Вопреки всякой справедливости и всякому милосердию, он был распят, братья и сестры, как преступник, как преступников судят. К злодеям причтен был Исайя 53 глава 12 стихом. Его распили между двух разбойников. Матфея 27 глава 38 стихом. Он был в одной компании с разбойниками. Его судили так, хотя его жизнь была святой. Он не совершил никакого преступления. В его устах не было греха, не было лести. Будучи совершенно безгрешным, жизнь в этом мире всегда характеризуется несправедливым отношением, особенно к христианам, особенно в мусульманских странах. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Жизнь Христа, казнь Христа показывает, что можно быть абсолютно послушным Божьим заповедям его воли, но терпеть унижение, незаслуженное страдание. Поэтому жизнь Христа для верующих, она является самым прекрасным примером. Он был пример, дабы мы шли по его следам. И часто иногда вот эти вот страдания, они приносят боль верующим детям. И тогда вот приходят вот эти слова из Писания к евреям, 12 глава, 3-4 стихи, что, чтобы верующие люди помыслили о претерпевшем, претерпевши такое над собой поругание от грешников. Для чего? Для чего? Чтобы не ослабеть, не ослабеть душами, не ослабеть вере. Вот для чего мы должны мыслить о Христе. Поэтому Христос и претерпел это все. Он является примером, образцом в нашей жизни, братья и сестры, дабы мы шли по следам Его, по следам и Иисуса Христа. Петр хотел, чтобы они внимательно смотрели на Господа и переносили страдания. В 53 главе книги пророка Исаия он говорит, он описывает страдающего раба Божьего, Мессии. Самый важный во всем Ветхом Завете это глава. Он говорит такие слова. «Он не сделал никакого греха и не было лести в устах Его». Является близкой параллелью для слов пророка, особенно во второй части этого стиха. Почему? Потому что он не сделал никакого греха и не было лести в устах Его. Страдающий раб. В его природе не было этого греха, братья и сестры. Он взял на себя наше беззаконие. Самый больший человек грешит это через уста. Не было лести в его устах. Помните, как-то Игорь проповедовал Жданов, он говорил Исаия в 6 главе, что он говорит, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа». Он вроде пророк был пред Господом. Такой высокая честь. Но когда увидел Господа во святости, он увидел себя нечистым. Я человек с нечистыми устами. Братья и сестры, языком часто люди грешат. Это прекрасно всякого греха. Это неудержимый огонь в устах человека. Им благословляют Бога и проклинают людей. Будучи, написано, злословим, он не злословил взаимно. Он снова вторит пророчеству Исаия 53 глава 7 стихом. Он истязаем был, но страдал добровольно и не открывает уст своих, как овца веден он был на заклане и как агнец пристригущем его безгласен. Так он не открывал уст своих. В темучительные часы перед распятием Иисус претерпел открытое унижение от тех людей, которые находились на Голгофе. Насмешки и физические пытки они пытались сломить Господа на кресте. Они знали учителя доброго. Они хотели, чтобы из его уст что-то вышло такое, чтобы найти им посмеяться, хотя они смеялись над ним. Сойди со креста, посмотрим, сойдешь ли, сможешь ли ты это сделать. Люди с насмешками издевались над ним, войны, народ смотрел дело из него в дрелище, но они не смогли, братья и сестры, сломить его. Христос не гневался на своих обвинителей, не мстил, братья и сестры, за себя. Это пример, дабы мы шли по его следам. Будучи злословим, он не злословил, братья и сестры, снова и снова и прозвучат эти оскорбительные слова, но Господу у него был вот этот план, чтобы совершить это искупление. Он оставил этот пример. Он не отвечал бранью на брань. Он не отвечал своим мучителям. взаимно он не отвечал. Он переносил, не воздавая взаимно, чтобы показать тем, которые пойдут за ним, оставить вот этот пример, кто будет идти по следам его. Я как-то видел, поставили в компьютере, где была смерть над христианами. Человек десять, это где-то в Африке было. Один за один подходили и отрезали им головы. Знаете, они молчали, как их учитель. Они ничего не говорили, ложились, наступали им на голову и совершали вот это зло. Никто из них не произносил какие-то слова. Они сидели как агнцы, человек десять вокруг, и ожидали своей участи. Один человек отрекся и решил помогать им. Но эти дети Божьи, они были верными своему Господу, как овца веден он был на заклание. И его последние слова, которые он молился, очи, он говорил, прости им, ибо не знают, что делают. Он, братья и сестры, предавал судье праведному, предавал, вверял, вручал в руки Отца Своего Небесного, который поступит справедливо. Вверял себя Богу, что Бог сохранит его. Он не отвечал им по злобе. А как хочется, когда верующих оскорбляет внутренняя плотская природа, сказать что-то ответить. Он не отвечал, он не воздавал, он в руки отдал Дух Свой, Отца Своему Небесного. Иисус знал, что Бог в своей совершенной, святой, праведной природе оправдает его. Он добровольно в исполнении Божьей воли занял место грешников. Он занял мое и ваше место. Наоборот, он признавал, что таким было наказание справедливым за грех. Он принял этот грех на себя. Он предал себя на наказание. Испуск признавал, что праведный Бог, допуская, что на него лег вот этот позор, страдания, проклятия, он будет праведно судить. и будет тех судить, которые издевались над ним. Он добровольно принес себя ради других, дав ему право спасать от наказания и преступления людей. Итак, для верующих Иисус совершенный пример в страданиях за праведность, показывая им пример доверию Богу как праведному судье. И в заключение я хотел прочитать особый стих, как бы он, когда вот эти страдания верующих постигает, он дает еще обетование, обетование, что есть не эта жизнь, а есть будущая жизнь, которая откроется для всякого, идущая по его следам. 2 Коринфянам, 4 глава, 17 стихом мы читаем. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном при избытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временное, а невидимое вечное, как бы дает им вот это указание на небеса, эти временное страдание, там будет вот эта слава для тех, кто шел по примеру и по его следам». Апостол утверждает, что неприятное, но относительно легкие страдания, переносимые верующие в этой жизни, придут к неизменной большой славе вечной жизни. и когда придет действительно вот эти трудные времена и в нашу страну, мы будем находить эти утешения в Господе Иисусе Христе, который прошел перед нами, оставил вот эти следы, как он переносил, он оставил этот пример, и поэтому мы пропели эту песню «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя!» Особо мы должны любить его, то, что он совершил для нас, взял на себя наши грехи и беззакония, чтобы освободить нас от вины. Поэтому я хотел бы вместе с вами поблагодарить его за то, что он совершил для нас на Голгофе. Он оправдал нас и искупил нас, ему да будет вечная слава. Аминь. Помолимся.